Татьяна Арена Там круто! Мы находимся в дворце художественной гимнастики Татьяна. Пока эти двери закрыты, но ровно через неделю они откроются для всех желающих. Но для нас с вами сделали исключение, и мы можем посмотреть, что здесь прямо сейчас. А поможет нам в этом замечательный тренер по художественной гимнастике Янина Сергеевна Карпекина. Она и ее воспитанница совсем недавно перебрались в новый дворец из старого манежа в парке Матросова. Зачем в Ульяновске нужен такой дворец? В Ульяновске занимается очень много девочек гимнастикой художественной. Для их удобства, для того, чтобы все 200 гимнасток, которые у нас есть в школе, не ютились по уголочкам. А у каждого было свое место, свое пространство. Для того, чтобы она могла тренироваться полноценно, нужен такой дворец. В зале, с которого мы начнем, тренируются самые крутые и взрослые девочки. Сегодня они репетируют программу, которую будут показывать на открытии. А вот дальше обстановка рабочая. Здесь тоже чуть поменьше девочки, но они тоже уже крутые. Они с бронзовыми призерами стали на первенстве России. У девочек так здорово все получается, что мне захотелось задержаться и посмотреть их программу. Все так изящно и легко. Но, как говорят тренеры, настоящий успех дается только потом и кровью. Тренироваться приходится каждый день, по много часов. Сюда девочки приезжают сразу после школы, а домой возвращаются только под вечер. У них вся жизнь здесь проходит. Поэтому важно, чтобы спортсменкам на манеже было комфортно. В этом зале сделано все для удобства. Предусмотрена каждая маленькая деталь. Также здесь абсолютно новый ковер. На нем по-другому крутится и специализированный хореографический зал, который полностью окружен зеркалами и удобнее заниматься. И можно рассмотреть с разных сторон. В раздевалки и душевые мы тоже заглянули. Их много. Они рассчитаны на тот случай, если в Татьянову арену приедут несколько сотен спортсменов из других городов. Всем места хватит. Она до сих пор здесь. Да, вот здесь девочки занимаются, стоят. Устанка на хореографии. Еще нам купят фортепиано. И уроки хореографии будут проходить под музыку. Классно. Все красивое, новое, свежее. Пахнет так, как бывает только после ремонта. Еще не все доделано. Третий гимнастический зал еще обустраивается. Но девочки все равно тренируются. У них скоро ответственные соревнования. Здесь же в зале тренажеры, чтобы всегда быть в хорошей форме. Если девочка только начинает заниматься, то ее тренировочный процесс полтора-два часа. Если девочка уже в разряде, ну скажем, с третьего по первой взрослой, то они занимаются три-четыре часа. Жить в таком арене непросто. Нагрузки очень большие. Но в Татьяно-арене об этом тоже позаботились. Здесь будет специальный медицинский центр восстановлением. Оборудования, наверное, еще нет. Но точно есть кабинет для медицинского центра восстановления. Там, я бы услышала, будет бочка. Да, будет гидромассаж. Чтобы так активно тренироваться, надо хорошо питаться. Идем в столовую. Она начнет работать после официального открытия. Обычных булок и пицц вы здесь не увидите. Мы наймем поворот, которые будут варить им вкусные супчики. Лепить котлеточки. Девочки у нас все на специальном питании. Они у нас кушают диетическую кухню для того, чтобы не поправляться. Здесь же смогут питаться все те спортсменки, которые будут приезжать в Ульяновск на сборы или соревнования. Для них в Татьяно-арене есть мини-отель. Ну, тут так прикольно. Телевизор, холодильничка, вот такая тумбочка. То есть тут жить можно. Да, выход на вакон. Но для этого мы и сделали гостиницу, чтобы к нам приезжали девочки из других городов. Ну что же, подводим итоги нашей разведки. Татьяна-арена – это целый дворец, в котором для принцесс гимнастики есть все. Через неделю будет его официальное открытие. У меня остался только один последний вопрос. Почему дворец спорта назвали именно так? Татьяна. Старшего тренера сборной команды Ульяновской области зовут Татьяна. Мы голосовали, устраивали голосование через Министерство спорта. И большинство проголосовало за название Татьяна-арена. А вы за кого проголосовали? Я тоже, конечно. А как самой Татьяне Николаевной? Понравился дворец, названный ее именем? Великолепный дворец. Вы знаете, что никогда сбылось, и этот дворец просто построен для детей. И я счастлива, что наши ульяновские дети будут работать в современных, достойных условиях. И я думаю, стремиться к олимпийским выживаниям. Ну что же, удачи вам, девчонки. Будущие звезды художественной гимнастики. Будем ждать от вас новых больших побед. Теперь у вас для этого точно все есть. Мода – это только для девчонок. Модели умеют только по подиуму мудить. Так часто говорят, что не бывали в модельном агентстве. А мы бывали. Про работу моделей говорят очень много разных фактов. Сегодня я пришла в модельное агентство узнать, что правда, а что нет. Давайте посмотрим вместе. Миф первый. Модели только и умеют, что ходить по подиуму. Это только кажется, что модельному делу учиться не надо. Подумаешь, большой труд – фотографироваться и ходить туда-сюда. Но в жизни, чтобы добиться успеха на подиуме и появиться на обложке журнала, нужно уметь многое. В образование модели, если это профессиональное образование модели, да, узкую специализацию берем, модель, фотомодель, входят такие дисциплины, как дефиле, актерское мастерство, хореография на очень профессиональном высоком уровне. Это фотомастерство, это видеомастерство, это речь, ораторское мастерство. Это все, что связано с мировой художественной культурой. От того, как насколько красивая и талантливая манекенщица представит новую коллекцию, зависит ее успех. И, конечно, она должна уметь подать себе и тот образ, который придумал дизайнер. Это, конечно, и творчество, но это еще и большой труд, работа над собой, работа над тем, чтобы мочь и уметь собой их управлять, владеть собой, своим организмом, своими чувствами, эмоциями, своим голосом, словом, речь. Делаем вывод. Модели должны знать и уметь многое, иначе успеха в их профессии не добьешься. Репетировать перед показанным манекенщицам приходится часами. Просто пройтись по подиуму мало. Надо это сделать еще и синхронно, без ошибок, не косолапить, не сбиваться, не путаться в ногах и выходах. Тут много тонкостей. Легко ли быть моделью? Нет. Почему? Потому что надо не бояться сцены, не стесняться. Потому что там надо не спутывать ноги, элементы. И там взрытие, и мы боимся, когда ты выходишь и долго уже репетируешь, тебе не страшно. Еще важно следить за фигурой, есть поменьше сладкого, заниматься спортом. Если хочешь стать известной моделью, надо навсегда изменить свой образ жизни и привычки. Думаете, это так просто? Нет, конечно. Так получилось, что в модельном деле девчонок и правда больше, чем парней. Но поэтому парней ценится больше, и попасть в профессию им проще. Не любую девочку возьмут в манекенщицы, а вот мальчишек часто ищут днем с огнем. Так что, мальчишки, хотите быстро сделать карьеру, идите в модельное дело. Вас там очень ждут. Тут мнения разделились. Во-первых, красоту каждый представляет по-своему. Например, смотрите, вот эти модели сейчас в мире моды очень популярны. А во-вторых, некоторые требования к модели традиционно есть. Ну, так как модель – это прежде всего профессия, соответственно, существуют стандарты. Стандарты по росту, стандарты по весу, стандарты по параметрам, по физической выносливости. И, конечно же, моделью могут стать не все, прежде всего именно из-за этих стандартов. И все же в последнее время все больше полных моделей. И модели с необычными фигурами. И все чаще в мире моды говорят, чтобы стать моделью, главное – хотеть и стараться. Тогда все может получиться. Ну что, теперь лучше себе представляете, что такое работа модели. Если все еще нет, то через неделю обязательно сходите на Международную неделю моды в Ульяновске. Там вы точно увидите, как непрост и важен труд даже самых маленьких моделей. Каких только праздников не бывает в мире. Например, сегодня день цирка, день араков, день гармошечного зова. Мы попросили наших коллег рассказать о их необычных праздниках. У нас в Германии есть праздник фонариков. Каждый ребенок делает своими руками фонарики, потом вечером, когда стемнело, идет с ним по дороге и поет песню. Я иду с моим фонариком, а мой фонарик все равно. На руку сияют звезды, а внизу сияют мы. В Греции отмечают очень необычный праздник смелости греческого народа. День нет. В этот день, 28 октября 1940 года, премьер-министр Греции ответил нет на предложение сотрудничества с фашистской Италией. Так Греции была объявлена война. И это единственная страна, которая смогла устоять целых три месяца под натиском четырех нападающих стран. Италии, Германии, Албании и Болгарии. Мне понравился праздник в Японии с Сэсу-бун. Там человек переодевается в дьямоны, и в него надо кидать бобы. Таким образом ты прогоняешь несчастье. Каждой весной проходит фестиваль кленового сиропа. Когда можно смотреть, как кленовый сироп добавляет из кленового сока. Как можно конфеты на палочке из кленового сиропа есть. Много-много лет назад здесь жили индейцы. И они изобрели кленовый сироп. Пойдем посмотрим. Кленовый сироп начали добывать в праздник сахарной луны. И дети жили вот в такой деревне. И кленовый сироп они варили вот на таком костре. В костре есть дневный праздник. Самое новинство это день Анзо. И этот день будет заказать свечи на 4-2, чтобы вспомнить солдат, которые погибли на планете. И снова мы с вами путешествуем, не выходя из дома. Кира, моя коллега из Нью-Йорка. Тебе слово, Кира. Здравствуйте. Сегодня я хочу вам рассказать чуть-чуть про Нью-Йорк. Но не про туристический Нью-Йорк, а про мой Нью-Йорк. Я живу в Бруклине. Район называется Керол Гарденс. Он называется Керол Гарденс, потому что тут во всем домах есть сады. Поэтому называется сады Керол. Керол Гарденс очень красивый. У каждого дома есть свой сад. И каждый сад наполнен деревьями и цветами. Вот наш район очень старый. Эти все дома были построены 100 лет назад. Больше даже. И, например, один дом был для одной целой семьи. Например, там внизу жили слуги. Там наверху, наверное, были какие-то комнаты. А вот там, где большие окна, это, наверное, где была большая гостиная хозяев. Вот вид нашей улицы. Как вы видите, тут много садов. Как вы знаете, Нью-Йорк – это город иммигрантов. И мой район – это приехали иммигранты из Италии. Поэтому раньше тут все говорили на итальянском. И, например, этот магазин довольно старый, и у него все равно вывеска итальянская. А вот это очень известная пиццерия. Всегда приезжают со всего города, чтобы только побрать его пиццу. А вот пиццей я могу вам сказать. Ну, как вы знаете, что в Нью-Йорке всегда что-то меняется. И после того, как итальянцы сюда приехали, то французы приехали. И теперь можно не только услышать итальянский и английский язык, но еще и французский. Я, например, учусь в школе на английском и на французском. Вот я это покупаю. Это очень вкусный напиток, и он называется «Крэнантин». Мама мне всегда говорит, что у меня дворовая жизнь. Я могу закричать к моим подругам и тогда, и сразу они прибежат ко мне. И мы можем гулять куда-то хотим и когда-то хотим. Вот так. Сегодня я пришла на свою тренировку по футболу. И я хотела бы вам показать этот вид. Это Нижний Манхэттен. Именно здесь поселились первые жители. Не индейцы, конечно, а эмигранты из Европы. Сначала из Голландии, потом из других стран, как Ирландия, Италия и так далее. Вон Бруклинский мост через реку Гудзон. А за ним Empire State Building. Видите, паром идет от Манхэттена к Эллис-Айланд. К этому острову приплывали все корабли с эмигрантами. И их строго проверяли. Часто больных дальше не пускали. А остальные отправлялись в Манхэттен, чтобы начинать новую жизнь. Ну а теперь я пойду играть. Я сегодня оказалась в городе. Я хотела бы вам показать Тайм-суэр. Тут везде есть театры, магазины, все на свете. И тут все туристы приезжают просто, чтобы посмотреть какой-то спектакль. Куда не повернешься, везде рекламы. Ага. Все куда-то спешат. Вот как тут сейчас выглядит. Город оживает. Можно везде найти что-то поесть. Всем пока из Нью-Йорка. Когда карантин закончится, приезжайте. И вот наш выпуск подходит к концу. Я со всеми прочесть и передаю слову нашему инструктору по погоде. Всем передаю пока. Наконец-то наступила настоящая весна. А вы уже ходите с коротким рукавом? Ну и правильно, пока что еще рано. Сегодня и завтра прохладно будет. С вами был ваш инструктор по погоде в Орлового Анна. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok